Добрый день уважаемые дамы и господа с вами Константин Белый я отвечаю на ваши вопросы заданные на и вот сейчас я отвечу на тот вопрос который ну на него можно говорить очень много на него нужно говорить но я хочу просто-напросто сделать такие вот контрольные как кажется отметки этот вопрос был задан что такое парение и какова методика парения вот методика парения я бы хотел бы так сказать методика парения у каждого банщика своя методика парения она подразумевает применение сразу нескольких функций сразу нескольких процедур и в их построение по зависимости потому по той задачи который хочет получить банщик объясню популярно очень много споров что в первую очередь должен сделать человек когда пришел в баню что во вторую очередь что в третью что четвертую и многие склоняются на то что в первую очередь человек должен пройти и прогреться все правильно но я бы вообще-то сказал в первую очередь человек должен прийти и смыть себя тот пот это что на нем как говорится за день накопилось это уже начало для парения после такой вот процедуры души душевой когда он побывал души да у него начинают легче раскрываться поры у него моментально идет функция потоотделения это тоже уже начало парения это уже вступление парение поэтому после этого уже должен человек идти и прогреваться прогревается человек в зависимости от того что хочет получить человек он хочет как говорится погреться для для того что чтобы избавиться от каких-то вот у человека ну мышцы сковала это одно будет дело или просто человек хочет пропотеть это другое вот или же человек хочет просто-напросто но вот как кажется вот расслабиться это уже третье поэтому прогрев в принципе подходит по условиям по всем методикам у всех одинаково а вот что после как происходит прогрев прогрев может быть на сухую может быть с паром может быть с периодическими обдаваниями прохладной и теплой воды и парение все это тоже прогрев прогрев такой вот контрастный после этого что нужно дальше сделать вот тут опять все расходятся все говорят нужно парить а я бы сказал нет нужно сделать массаж массаж нужно сделать для того чтобы подготовить тело для парения для того чтобы запустить у нас лимфу чтоб лимфа пошла в по нужным током как говорится нет не скапливалась в организме вот после этого массажа вот только тогда по моей методике идет парение как видите со мной многие не согласятся и я не хочу чтобы соглашались пускай каждый экспериментирует на себе просто эта методика она уже не она мною дошлифована но она придумана не мною еще меня дед учил так вот поэтому эта методика которая именно направлена на оздоровление и очищение организма все остальное что человек придумает это его интересы это его как говорится приятно что же после парения после парения обычно идет как говорится контрастные по опять же процедуры там 2 будет ли он второй раз париться с меня обычно уже хватает потому что за это время проходит час час что я нахожусь в бане мне часа хватает ну бывает полтора вот поэтому кто для себя какую методику выберет это нужно обязательно основываться на своих способностях подготовленностях на своих возможностях может ли человек делать тот же массаж потому что массаж многие подразумевает что это такая вот сложная функция это там что-то связано с кунг-фу с ушу там и и прочими как говорится методиками которые должны быть связаны с какими-то гимнастиками там и прочее нет ничего подобного массаж самый простой поглаживание растирание и разминание то что не навредит человеку ни при каких заболеваниях поэтому здесь нужно просто понимать что вы хотите достигнуть вот ну а по парению по парению давайте наверное отдельно разбираться какое парение как применяется это очень большой разговор и похоже как говорится мы к этому вернемся возможно с если алексей сын найдет время потому что здесь лучше чтоб он рассказал потому как на сегодняшний день опыт у алексея уже больше чем у меня потому что он его применял на разных людях я в люди не выхожу я парю только своих родных близких и знакомых поэтому сразу вас хочу настроить методика парения выстраивается по вашим запросам методика парения выстраивается каждым банщиком отдельно методика парения делается на основе ваших знаний или знаний того же банщика все остальное что говорят люди все остальное можно как говорится через призму того насколько это полезно насколько это доступно применять если же это не является полезным допустим как некоторые вот даже могут мне сказать а что я упустил тот же бассейн осознательно упустил тот же бассейн я сказал только контрастных процедурах но не говорил о бассейне потому что бассейн не является обязательной атрибутикой бани бассейн это уже ну предмет такой вот на грани того хочу но не не является уж таким серьезным фактором или серьезной процедурой которая просто необходимо в бане обливное устройство да это очень хорошо душ великолепно шайка обычная шайка и обдать там холодной горячей водой это просто чудо все остальное это от ваших капризов от ваших желаний что вы конкретно хотите давайте с каждым разбираться в отдельности я не могу сейчас всем дать конкретные вот делайте только так я обязательно нарвусь на то что вы начнете кричать а я так не хочу поэтому кто хочет подобрать реальную методику под себя пишите мы будем подбирать под каждого от ваших пожеланий от ваших возможностей всего вам добра с легким паром здоровья вам а и Продолжение следует...